здорово всем сразу поздравляю вас с наступившим новым годом и вообще со всеми новогодними праздниками пусть этот год будет для всех нас успешным и позитивным а у меня тем временем опять загадочный но на им на обзоре снова сантин и на этот раз женским именем моника иногда под обзорами таких эксклюзивов меня спрашивают в комментах нахрена ты заказал эту дичь лучше бы купил сяоми вот уж странные люди я же не для себя заказываю чтобы вам показать можно подумать о сяоми мало видосов да youtube скоро от них лопнет к тому же обзоры сяоми у меня тоже не редкость просто у меня нет возможности получать новые модели быстро а вот об этом аппарате инфы нет но сейчас будет к тому же я знаю что многим из вас интересна тема таких редких смартфонов да и мне тоже есть какой-то спортивный интерес мы с вами уже знаем что сантин производством смартфонов не занимается а просто адаптирует их под продажу за пределы китая и ставит на них свой логотип но меня конечно в первую очередь интересует история появления таких смартфонов откуда взялась эта моника мне пришлось подключить свою чакру и вайфай чтобы докопаться до истины до пришлось провести мини-расследования и первым делом я пробил адрес сайта который указан на нижней части тыльной панели ttmv.com и здесь же указано название компании которая и заказала выпуск этой модели вот она зацепочка в общем ttmv это очередной китайский сервис по производству и трансляции онлайн контента видать компания в свое время решила создать свой корпоративный смартфон примерно та же история что и со смартфонами от другого подобного сервиса pp tv ребята из сантин выкупили остатки накатили мультиязычную прошивку и теперь продают монику на алиэкспресс и на вопроса 100 баксов ссылка на продавца как обычно под видео такое ощущение что сантин заказывает коробки для смартфонов на какой-то обувной фабрики но не суть это всего лишь коробка в комплекте имеем родное брендированное зарядное устройство на 5 вольт и 2 ампера вилка китайская переходничок есть также имеем скрепку для лотка и кабель usb-c до аппарат получил этот универсальный разъем это хорошо но также в комплекте я обнаружил переходничок с юсб сина аудио джек это уже не очень хорошо потому что говорит нам о том что полноценного аудио джека моника не имеет плохо что у моники нет этой важной дырочки ну ладно это не смертельно также в коробке я нашел защитное стекло на экран и это отлично потому что отдельно подобные аксессуары для ноунеймов днем с огнем не найдешь то же самое касается комплектующих и об этом тоже нужно помнить покупая подобные аппараты но справедливости ради цена у них всегда приятная этим и привлекают теперь смотрим на дизайн и тут сразу скажу зачет из всех ноунейм смартфонов которые у меня побывали это самый привлекательный и симпатичный экземпляр чик да ничего особенного ничего оригинального до внешность айфона подобное но согласитесь для сотки долларов выглядит аппарат классно во первых имеем цель на металлический холодный и матовый корпус из пластика тут сделаны только черные швы для антенн во вторых классная эргономика скругленной формы и корпус небольшой толщиной семь с половиной миллиметров делают смартфон удобным и хорошо лежащим в руке в третьих прикольный цвет серый металлик объектив камеры не выступает есть микрофон для шумоподавления как видите сканер отпечатков также присутствует и сразу вам скажу работает он без замечаний на лицевой панели классика черное обрамление экрана стандартные рамки дисплея светодиодная индикация событий не предусмотрено зато как многие из вас любят тут классические не на экранные сенсорные кнопки в общем все круто но не идеально кнопки питания и громкости имеют небольшой люфт а также люфтит лоток для сим-карт он не очень плотно сидит в своем гнезде и слегка в нем болтается с открытием лотка сперва возникли сложности дело в том что комплектная скрепка слишком короткая для этого лотка и при ее использовании он полностью не выдвигается а еще говорят что размер не важен может где-то и не важен а здесь он имеет значение не злись но он слишком маленький когда я взял более длинную скрепку лоток открылся без проблем система слотов гибридная либо две симки микро плюс на она либо одна микросим плюс карточка памяти по цветам помимо серой версии есть черный вариант а также розовое золото с белой фронтальной панелью весит моника 170 грамм длина 155 миллиметров ширина 77 по экрану во первых отмечу что на стекле есть олеофобное покрытие слабенькое но есть само стекло слегка скругленная на краях диагональ 5 с половиной дюймов full hd разрешение ips матрица без воздуха под стеклом и мультитач на 5 касаний по умолчанию цветовая температура немного холодная но цветопередачу можно подкрутить через функцию мира vision максимальная яркость приличная минимальный порог слегка завышен в целом картинка сочная приятная и четкая за экран определенно плюс что внутри а внутри у нас helio p10 восьмиядерный старичок с частотой до 2 гигагерц и графикой молитые 860 для 100 долларового смартфона чипсет неплохой хоть и не свежий с памятью полный порядок накопитель на 32 гигабайта доступно 25 и 3 гигабайта оперативной памяти lpddr3 в итоге имеем незадумчивый смартфон который вполне шустро показывает себя в повседневных задачах с большинством игр он также легко справляется ну а танки но танки тоже тянет правда желательно выставлять низкие настройки графики но танкисты конечно обычно покупают другие аппараты более мощные и более автономные android 6 как и в любом другом смартфоне сантин и как и в большинстве подобных ноунеймов прошивка здесь кастомная и она не будет получать обновления никакого стороннего софта нет нестандартный функционал также отсутствует и отмечу отличный уровень русификации а в ноунеймах часто с этим проблемы сам лаунчер понравился он простой минималистичный немного отличается от стокового android но оболочка рабочая и вполне удобная смартфон в моих руках четвертый день и за это время у меня не появилось замечаний по работе системы приложения работают не вылетают уведомления приходят все окей возможно возможно при повседневном использовании какие-то недочеты могут всплыть но на первый взгляд все хорошо ну и не забыл прошерстить систему антивирусом мало ли чё в итоге все чисто злобные вирусы не обнаружены по встроенным датчиком вроде как программ на гироскоп определяется но по факту он не работает но остальные сенсоры на месте освещение приближение и акселерометр gps с поддержкой главна с флешки через поти g не распознаются встроенного fm радио нет с телефонной связью все хорошо слышимость в порядке набор частот 4g lte не всем подойдет да есть поддержка band 3 и это сейчас в россии 2 по распространенности диапазон но седьмой band не поддерживается а именно он является основным в россии также есть band 138 39 40 и 41 3g у меня на мтс работает отлично далее звук когда я закинул в него несколько mp3 треков и попытался их открыть увидел ошибку мол смартфон не может открыть файл но думаю китайцы намудрили что-то с прошивкой но все оказалось намного проще просто напросто из коробки не предустановлен музыкальный проигрыватель и смартфону элементарно не чем было воспроизвести музыку в маркете я скачал стандартный плеер предоставил ему соответствующее разрешение теперь все ок так вот звук он здесь неплохой со средним запасом громкости да звук бюджетный но абсолютно не противный и не раздражающий как это было например сантин джей с в общем давайте послушаем чтобы сделать звук более мягким отключите в настройках звука усилитель громкости до громкость немного упадет но мне лично такое звучание больше нравится в наушниках через комплектный переходничок звучит бюджетно не хватает низов так что меломанам не подойдет камера в сантин моника получила бюджетный 13 мегапиксельный сенсор panasonic mn34152 этот датчик мне уже встречался в смартфоне гритл gt 6000 светосила оптики f 2.2 новогоднего чуда не случилось это чисто бюджетная камера с такой же бюджетной оптикой получить более-менее четкий снимок не всегда выходит с первой попытки результат сильно зависит от освещения и при недостатке света лучше этой камерой вообще не пользоваться для более детального изучения тестовых снимков можете скачать архив по ссылке под этим обзором видео также самое простое до full hd 30 кадров в секунду но качество посредственное при съемке видео при недостаточном освещении картинка получается вот такая темная но зато не падает частота кадров ну и попутно проверяем как записывается звук при видеосъемке и если основная камера в целом ничем не удивило то фронталочка определенно порадовала она здесь 8 мегапиксельная сенсор sony amx 219 оптика f20 для селфи вполне годится в описании продавца указано что батарея имеет емкость 3000 миллиампер часов как результат автономность невысока 4 часа видео онлайн при средней яркости экрана посадили батарею на 53 процента то есть расход составил примерно 13 процентов в час это не так уж и печально но есть особенность разряд не совсем равномерный и когда остается примерно 15 20 процентов аккум разряжается гораздо быстрее но все-таки часов шесть активного экрана моника вытягивает поэтому при средних нагрузках смартфона должно хватать на весь день заряжается за два часа 15 минут сила тока составляет 1 и 4 ампера в процессе зарядки после моего знакомства с моникой у меня они сложилось такое впечатление моника очень симпатичная стройная приятные формы и выглядит она просто шикарно ладно ладно это всего лишь смартфон короче экран тоже классный с программной частью проблем у меня не было сам смартфон не тормознутый комфортный в использовании памяти много основная камера слабенькая фронталка хорошая некоторым не понравится отсутствие классического аудио джека а также ограничение по 4g сетям и конечно это смарт который не может похвастать реально хорошей автономностью поэтому его целевая аудитория не очень активные пользователи которые к тому же не боятся ноу-неймов но в целом свои 100 долларов моника на мой взгляд стоит а у меня на этом все но это только на сегодня уже в пути еще один интересный ноу-нейм от нового для меня бренда sect диджи и там уже 430 snapdragon за 90 баксов такого вкусного варианта я еще не встречал думаю будет интересно кнопка подписаться на канал перед вами все нужные ссылки найдете под видео там же указана группа вконтакте еще раз всех с наступившим 18 годом всем пока